Парни, вы регулярно просите меня, чтобы я приготовил мясо, потом прилюдно его съел. В общем, не знаю, кого от этого плющит. В общем, мясо есть. Но готовить я его сейчас не буду. Я его положу в морозильную камеру на 2-3 недели. Только после этого я начну его употреблять в пищу, угощать друзей, кормить детишек. КОНЕЦ Первое, с чего мы начнем, это дрова. Я отдаю предпочтение ясеню. Твердая однородная древесина в определенный момент рассыпается на кучу одинаковых углей с равномерным жаром, что для меня очень удобно. Ингредиенты для приготовления этого блюда просты и незатейливы. Первое, это мясо. Соль, перец, растительное и сливочное масло, буханка бородинского черного хлеба, один помидор, кустик сельдерея и 150-200 грамм раствора, крепкостью 40 градусов. Смазываем мясо растительным маслом и ждем, пока будут готовы угли. А мы приступаем к очень важному этапу. Подсушиваем хлеб до образования золотистой корочки, наносим на него сливочное масло, кладем веточку сельдерея и помидор. Вот к помидору отношение особое. В идеале это бакинский, астраханский, крымский помидор. Помидор из супермаркета «Магнит» не канает. Вы испортите все блюдо. Соль. Очень важный продукт. Я предпочитаю крупную, морскую. Она как сюрприз. Сначала чувствуешь вкус продукта, и вдруг попадается кристаллик, и все заиграло по-новому. Ну и раствор. Он оттеняет, обостряет, дезинфицирует, не дает скучать. Процесс приготовления не тороплив и не спешен. Вы в полной гармонии с собой. Потрескивание углей напрочь отбивает мысли о ценах на топливо, о панкреатите, о той сволочи, кто поставит дизлайк под этим видом. Но не стоит расслабляться. Перчим мясо. Если есть гости, а нет перца, делаем вид, что перчим. И не забываем про раствор. Непосвященному человеку это может показаться пьянкой. Отнюдь. Просто нельзя кушать сухомятку. Для желудка вредно. Хотя можно заменить раствор любым другим безалкогольным напитком. Это на ваш вкус. Фольга, ну это своего рода оберег. Для людей, страдающих какими-то недугами желудочно-кишечного тракта. Также это оберег для любителей правильного питания. Ну естественно для понтов и показа в вашем благосостоянии. Ведь не у всех есть фольга. Толщина стейка 2,5 см. Время приготовления 10-15 минут. Главный секрет, ну почаще наверное переворачивать. Все, продукт готов. Степень прожарки оцените сами. К сожалению, могу предложить сделать это только визуально. А вообще вот я смотрю на всю эту полевую кухню, которую нам предлагают. Ну вот там продуктов столько, что если вы уберете мясо, никто и не заметит. Мясо, оно вкусное само по себе. Соль, перец, вот собственно говоря и все. А остальное, это уже новогодние извращения. Надо просто немножечко подождать до Нового года. Всем приятного аппетита, хороших охот и настроения. Ой, абыр-алдығы дангыбларым-мей. Тас жараш тайгаларым-мей. Субтитры создавал DimaTorzok